так сейчас посмотрим что выбрать ему миротворец вершитель воин так скорость давай вот это вот на вместимость возьмем наверно так министр обороны ну и пускай так пройтись по планетам инцидент надо кого-то сюда переселить так где у нас есть безработники понятно нету это наверно нигде нету так как у минополис растет потихоньку так а чё нам нужно на пищу что-то да где-то построить так научный мир тут цитадели сплошные цитадели кстати кстати говоря можно построить эти райончики и и и и и пускай пока строится закоп чё это у нас тут жилье есть так биореактор гидропонную ферму мир кузница уже все классно тут так мир кольцо с бункерами вот где надо хавчик строить администрация благо жилье есть у них так на хавчик будем строить так тут все нормально тут тоже один не работающий так куда у нас колония 1 надо переселить его до давай-ка работать так дальше все нормально этот развивается курортный мир развивается чем мы можем построить так жилье есть так храм жилище участке давай какой-нибудь там не знаю пострадавшим отбор какой-нибудь этот а тут у нас чё вот это вот надо как-то открыть не знаю откроется нет может решение кем тестье но тут минералы не добывают сакральный мир сакральный мир жалко что нельзя так здесь чё куча бункеров тумо тоже все нормально да океанический мир так тут строится чё-то куча районов ну и флоты пошли ну и флоты пошли так посмотрим в указах сколько у нас там правительство указы так ну содержание поселения поднимать не будем навязывание мыслей это нам не надо вот вот это надо для шахтеров так звездные карты оттока миграции 36 тут все сильно большие затраты содержания так экранирование это чё это мощная штука эти артефакты нам не нужны так притяжение отражения протоколы укрытия на любой планете затронутой космической буре принимается решение укрытия оно будет в силе пока не минует опасность автоматически принимает планетарное решение укрытия космическая буря удваивает затраты на содержание но при этом удваивает эффективность сооружений центр помощи подавитель бури пускай будет так терра формирующие газы пока нам не надо газы как топливо нам не надо прочность щитов а чё у нас добыча газов но прочность щитов точно можно поднять так тут все включено темп исследований 19 на недавно у нас их вообще мало давай включим пускай темп исследования будет так отчаянные меры скорострельность скорость строительства кораблей но пока не надо так база платформа сердца умы жажда власти влияние плюс 5 пока это нам ничего не надо вот так так чем строить хочет недавно это артист и ок модуль ситаны ездить тут так что там планировщики экспансии посмотрим о колыбель заповедник так колыбель безжизиный мир так где у нас наш виварий выйти на орбиту так что у нас там есть стабильность так колония превосходство общество единство давай на единство пускай берет этому подвержены даже звезды псионический сдвиг так колыбель идеальный мир о пошлете реформирование так а что интересно один отросток исчез только два осталось внутри я не буду использовать потому что не охота чтобы она помирала так выбили теперь где-то на двадцатку мир где-то 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 рядом еще погоди колыбель заповедник заповедник так чего там фермеры стоимость космических бурь это нормально это мы берем так реликвию эту берем анти гости это адмиралы конечно так это на изучение хросле это я не знаю пускай поселение будет тоже поселенец так и этот реликтовая колония на газ плавы пускай вот это астросоздатель азарин выглядит заметно хуже чем прежде она отказывается проходить медосмотр поэтому мы не в силах ей помочь тревожно ну и все это больше не надо ростков использовать пускай идет отдыхает иди сюда посылать никуда не будем а то еще помрет астросоздатель азарин непрерывно связано со своим терроформирующими ядрами это мы теперь это мы знаем наверняка трата каждого ростка сильно бьет по ее здоровью мы подозреваем что еще одно такое терроформирование окончится смертью мы не будем терроформировать так ускоренное исследование ну давай ускоренное исследование возьмем 25 процентов здраво звучит так замечены пираты так ускорение вот и мы мы есть и мы мы так нам надо бы построить так что нам надо построить в это нам надо улучшать так если у нас есть на энергию постройка значит уплотнитель еще один построить нельзя построить в космосе а чёного тут не хочет строить давай поищем черную дыру какой-нибудь так тут есть уже теперь ретранслятор разрушены ничего не будет устроить что-ли тогда надо какой-нибудь этот это у нас была система где дракон был вот это дуговую печку построить и и и и и Так, покров. Так, сохранимся. Так, сохранимся. Два, сила, оружие. Ничего не получили, ну и ладно. После недавней покровной бури в системе Терракт колонисты начали сообщать о необъяснимых призрачных сущностях, которые были замечены в удаленном каньоне. Эти голубоватые призрачные фигуры появляются лишь ненадолго. И чтобы колонисты не делали, призраки не могут или не хотят с ними взаимодействовать. Лишь бесцельно бродят и затем бесследно исчезают. Сущности, скорее всего, обладают псионической природой. Однако нам не удалось установить с ними ментальную связь. Тем не менее, само их присутствие немного усиливает наши телепатические способности. Так, засыпать. Так, колония 3. Стабильность единства телепаты. Ну и пускай. Так, дуговую печку. Улучшаем. Так, флот 2. Адмирал. Адмирал. Хотя, подожди. маккл что-то форпост подстроить маккл что-то форпост подстроить маккл что-то форпост подстроить маккл что-то форпост подстроить сuestная идея маккл что-тоありがとうございます маккл о 100% Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гидропонный отсек, бункер ресурсов и... Связь с целью... Так, отражение... Гидропонные ресурсы и связь с целью... Так, по обороне... Жидкий металл... Научный комплекс, молодцы, чё... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Переработка облаков туманности... Давай поставим... Так, оборона... Так, сохранимся... Покров что-то хочет... Продолжение следует... Так, ну давай... Из-за неожиданного столкновения с космическим мусором... Станция Поздь Дьявола... Сошла... Со стабильной орбиты... Теперь медленно приближается к черной дыре... Эта авария поставила станцию под угрозу... Но мы видим в случившемся... Возможность изучить черную дыру... И извлечь из нее большее количество темной материи... Аварийные ускорители... Помогут скорректировать орбиту станции... Сматываться... Стабилизируйте орбиту станции вокруг черной дыры... Или приблизитесь к черной дыре как можно сильнее... Давай попробуем... Темные открытия... Благодаря близости станции Поздь Дьявола... К черной дыре... Исследователи собрали огромный объем данных... Углубив наше понимание фундаментальных законов физики... Так, а что у нас там? О, разлом... Что там сроем Дайсона, кстати? Где-то тут рой у нас был... А-а-а... Я уж не помню где... Так, сооружение, созвездие... А вот... Прямо рядом... А подожди, там два их просто... Улучшаем... Взрывчатка... Цивилизация на планете... Светущие поля... Пускай пользуются... Так, станция Поздь Дьявола слишком... Приблизилась к черной дыре... Ее двигатели не в состоянии противостоять притяжению... Станция потеряна... И мы можем лишь... Отсрочить неизбежное... А как потеряна... Горизонт событий... Пересекает горизонт событий черной дыры... Из-за замедления времени... Ее... Остаточное изображение... Просуществует... Еще долгое время... После гибели станции... Воспоминания... Навеки... Высеченные в данных... Наших сенсоров... Даже свет... Не может проникнуть... Покинуть... Внутреннюю орбиту... Черной дыры... Последние минуты... Жизни станции... И ее персонала... Мы не узнаем никогда... Ну-ка, а если загрузить... Так, еще пока... Ничего со станцией не произошло... Так, этот разлом... Пошел исследовать... Взрывчатка... Точка невозврата... А, это не то... Надо какую-то другую загрузку делать... Так, это у нас что... 2-485-08... Давай вот этот... Тогда загрузим... 0-1... Так... Значит... 485-01... Значит... Будем смотреть... Выберем... Стабилизировать орбиту... На ниты в минус пошли... Дальше еще это... Так... И тут на дороге улучшать... Темные открытия... Так... Улучшилось... Дальше посмотрим, что будет... Так... Тут разлом... Кстати говоря... Давай... Исследовать... Пускай этот исследует... Собрали огромный... Объем данных... Понятно... Сейчас, короче, если не получится... А то надо будет зеленая... Тыкать... Чтобы сматывались отсюда... Так... Разлом... Начал исследовать... Это строится... Ближе, чем мы думали... Пространство... Время искривляются... Непредсказуемо... И инструменты... Станция по сделала... Станция не справляется... После калибровки... Имеющегося... На борту оборудования... Оказалось, что... Станция оказалась... Куда ближе к черной дыре... Чем мы думали... Давай поглядим... А че он не... Ну... Тут где-то было... Че это... Строить... Вот, например... Вот здесь вот... А, он тут не может... Здесь че... Тоже не может... А здесь... Короче, понятно... Не может... Он разуплотнитель... Хоть будет строить у нас... Где-нибудь... Гаргантюа... Так... Процесс Пенроуза... Один исследователь разработал хитроумный план по спасению станции пасть дьявола станция... Если отделить от станции все внешние модули и оборудование и направить их в черную дыру... Станция в теории получит достаточный импульс, чтобы избежать гравитационного притяжения дыры... В теории... И это главное... Поскольку теория, лежащая в основе этого решения, никогда не проверялась на практике... Попытка не пытка... Давай, пробуем... Отцепив от станции пасть дьявола станции все модули, ее персонал запустил их в черную дыру... Полученный при этом импульс успешно отбросил станцию от сингулярности... Так... Разлом... Странная геометрия... Открывшиеся нам малопонятные виды, геометрические узоры и переливающиеся цвета сбивают с толку... Этот разлом не опасен сам по себе, но окружающее пространство вызывает ощутимую дезориентацию... Словно оптическая иллюзия... Результаты рассмотрения взятых здесь проб в микроскоп... Озадачивают... Поверхности состоят из одних и тех же повторяющихся структур... Как бы мы не увеличивали изображение, их плотность словно стремится к бесконечности... Понять, как устроены местные физические законы, пока не представляется возможным... Сохранять бдительность и изучать окружение... Давай... Бдительность сохраняем... Так, где-то вот здесь... Вот здесь... Ваш спор... Здесь... Как... Это... Виолетные места переливаются... Немен, Тёмные открытия. Вот сколько раз физических очков дали. Надеюсь, там плохого ничего не будет. С этой станцией. Это жалко будет потерять. Кто это у нас? Нона. Пускай увертливость качает. Рой Дайсона. Сфера Дайсона. Начальная. А почему нельзя? Зараза. Так, взрывчатка. Ближе, чем мы думали. Точка невозврата. Продвинется. Чё, откатывать опять? Так, а тут у нас чё? Минералов побольше стало. О, через альт-ресурсы можно смотреть. Так, ну вот допустим... А здесь чё? Горизонт событий. Короче, помирает станция. Не, ну подожди. Эта станция помирает. Мы столько исследований получили. Но как бы... Этот разуплотнитель-то у нас целый. Это станция, это форпост. Я-то думал, блин, с мега-сооружением чё-то будет. Ладно, всё в порядке тогда. Тогда, брателло, построить тут ещё одну станцию. Смотрим, чё в разломе у нас. Анализ в нескольких измерениях. Было бы неразумно отправляться в странстве во Вселенной, которая устроена по совершенно непонятным нам принципам. Для начала мы отправили на разведку дронов, запрограммировав их на анализ окружающего пространства. Поток данных, казавшийся поначалу бессвязным и непоследовательным, предстал перед нами в другом свете, после того, как Нона высказала смелую гипотезу измерений в этой Вселенной больше, чем 3. Приняв это во внимание, мы, возможно, разгадаем, как устроены эти загадочные структуры. Изучить подробнее. Минус 2000. Так, я так понял, если он построит, то 2000 вернутся к нам. Так, а этому... Построить тут надо будет дуговую печку. Так, это кто? Так, роботы, урбанист. Послание в бутылке. После экстраполяции структуры окружающего пространства на 4 пространственных измерения мы смогли составить карту местности. После этого стало ясно, что в середине повторяющихся структур расположилось условное центральное помещение. С точки зрения обитателя четырехмерного мира наш путь к центру разлома пролегал по прямой для нас оказавшийся подлинным запутанным лабиринтом. Преодолевать его пришлось по кривой траектории с резкими поворотами и разворотами в обратную сторону. Открытое нами пространство слишком велико, чтобы поместиться сюда. Похоже, здесь не обошлось без многочисленных свернутых измерений. В самой середине мы обнаружили знакомые устройства и указания, как поступать дальше, написанные на нашем языке. Внизу видна подпись Нона. Это сообщение мы послали самим себе из будущего в прошлое. Можно ли ему доверять? Это может ситана что-то моросит там делает херню. Нет, уходит куда-то. Так, подготовка лидеров давай. Они через черную дыру куда-то уходят. Так, дуговая печь. А, это с одной звездой надо. Давай дуговую печь попробуем еще одну сделать. Если он будет ее здесь делать. Сокровище королевы. Недавний налет на инфраструктуру ситаны. Ага, это видать мы все-таки смогли налететь на эту фигню, на конвой. Кстати, надо улучшать там базу. Мы ее потеряли, получается. Так, покров. О, этот разлом. Мы несемся сквозь время по всем возможным осям. Благодаря указаниям из будущего мы без труда преодолеваем одно сверхпространственное измерение за другим. Иногда мы видим самих себя. Кто-то летит в другую сторону, кто-то попал в беду. И, судя по потрепанным и ржавым оболочкам сфер для изучения разломов, обречен на гибель в космосе. К счастью, пока что удается избегать прямых столкновений. Чтобы исключить любые близкие контакты с самими собой, мы оставили собственные указания для тех, кто, возможно, пойдет по нашим следам. Продолжение следует... А, у нас скорость обычная. Видите, через дыры как-то путешествуют. Так, давай какой-нибудь там дракончик пусть разберется. Construction complete. Так, что они там хотят? Это мы против. Так, кристаллическая решетка. Наконец-то мы добрались до подлинного конца лабиринта, оказавшись в самом его центре. Перед экспедицией разворачивается невероятный калейдоскоп красок и движений. Так наше ограниченное восприятие пытается передать нам впечатление от новых, незнакомых нашему виду измерений. В середине окружающего пространства парят три прозрачных шара, каждый из которых украшен бесконечно повторяющимся узором, движущимся в конкретном осевом направлении. Мы подозреваем, что каждому измерению этой вселенной соответствует свой шар, однако мы ограничены лишь тремя. Никаких посланий из будущего здесь нет. Возможно, взаимодействие с этими шарами обернулось битвой для нашего народа. Забрать шары. А что, надо рисковать. Так, покров. Сохраним. Так, аватар, оружие. Давай оружие. 20% отлично. Летучие плитки. Кто бы мог подумать. Надо снять указы какие-нибудь на пылинки. Сейчас посмотрим. Так. Пылинки. Ну, поснимаем. Когда надо будет, включим. Пускай поменьше будет расход. Межпространственные контейнеры. Вернувшись из разлома, мы заметили, что за нами последовали две других сферы. Возможно, ведомые нами же, но из параллельной вселенной. На пороге между мирами мы слились в одну или уменьшились до одной. Как это неудивительно, но три шара остались порознь. И теперь в одном пространстве существует девять временных разновидностей одного и того же предмета. Если поместить шары в контейнеры, они искривляются, проникая в параллельное измерение и расширяя таким образом окружающее пространство. Мы пока что, пока точно не установили пределы расширения, но предполагаем, что эти устройства окажутся весьма полезными на густонаселенных территориях. Теперь мы на колонизированных планетах можно сажать девять фрактальные семена, приняв соответствующее планетарное решение. О чем он дает? Так, ну давай, допустим. Так, решение, где эта фигня? Кстати, насчет улья надо задуматься, где минералы добывают. Сейчас посмотрим. Ячейки сооружений плюс один. Сооружений? Где, где они прибавятся? Их только вот столько тут. Ну давай, допустим, ты к ним. И что их нету? Понятно. Понятно. Пошли по планетам. Значит, тут минералы не добывают. Здесь не добывают. Здесь не добывают. В идеальной колонии тоже. В Куменополисе тоже нет. Здесь. Так, что нам надо на будущее строить? Какие-нибудь сооружения на... На пылинке, да? Так, бункеры, военная. Так, биржа, генератор. Гражданские предприятия, вон, нужны. Для минералов мало. А, нитовый преобразователь. Ага. На нит это тоже минус идут. Надо указ, кстати, посмотреть. Так, обработка пищи. Пища вроде появилась у нас. Роботы, жилища. Так, сплавы. Ну, построить химзаводов. Короче, энергия и пылинки. Но минералы-то тоже надо производить. Энергия и химзаводы. Давай по две штуки поделаем. Энергосеть. Два завода на пылинке. Другая сеть. Так, и два завода. Так, срочно надо по минералам сейчас смотреть. Тут... Чё поставить? Ну, энергию пусть делают. Дальше. Тоже энергию. Хотя благ у них не так много. Но потом ещё сделаем. У них там вон 90 деятельности свободный. Так, добывающий мир. Биореактор улучшенный. Решение. Вот у нас по червям по вот этим сделать. Так, чё это? Силовик. Техник. Шахтёр. Шахтёры, чтобы полностью работали. Так, где у нас червяки вот эти? Так, а куда этот улей добавился? А, это орбитальная по сей. Это же не планета. Мир кузницы. В принципе, чё, городских можно разобрать. Давай четыре, допустим, разберём. Так. Два. Три. Четыре. И здесь четыре построим. И решение. Фрактальное семя. Так, где этот червяк? Чё-то я не вижу. Арктический мир. Может, там червяков не водится. Ладно. Так, мир с цитаделями. У нас это чё, генной клиники. Ой, мир с этими, с бункерами. Так, колония. Вот тут, если вот бункер убрать, поставить, допустим, на минералы что-нибудь. Так, где там на минералы у нас есть? Во! Так, здесь. Ну, тут даже не знаю. Тут всё нормально, вроде бы. Так, так как эти хавчика стали много производить, может, на минералы что воткнуть у них? Ну, вот, допустим, сплавов у нас много. Возьмём четыре, снесём. А, нет. Так, чё, ещё один, да? Строим. Вместо гидропонной фермы построим. Значит, на минералы. Так, КТУН. Исследовательские комплексы. Тоже шахт построить. Так, допустим, вот так. И одну заменить один центр на шахтёрскую вот эту фигню. Так, здесь чё? Так, и пять районов строим. И одну гидропонную меняем на шахтёрскую. Так, Куменополис, второй. Тут понятно всё. Растёт пускай. Так, Тумо. Литейная станция. А чё у него там? Орбитальное поселение. Ну, тоже пускай растёт нормально всё вроде. Так, добывающий мир вот здесь. Городских убрать. Построить таких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там парочку жилья добавят. Ну, давай ещё один снесём, семь. Давай ещё снесём туда, восемь. О! Так, застраиваем. Ну и вместо... Вместо чего воткнуть. А, это из-за чего-то разрушилась. Из-за того, что вот эти... Как он называется? Понятно, два района надо... Построить обратно. Так, а вместо одного пока что мы поставим... На минералы вот эту фигню. Так, решение. Чё им дадим блага. Хотя, чё это? Чё не даст? Ну, пускай будет. На время. Так, а тут и каменополис у нас. Тут деятельности дофига. И тут всё в бункерах. Так, заменим, допустим, на... Не, ну тут производить нечего. Что можно сделать? Ну, я не знаю. Мергосеть. А вот это... Мергосеть. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ТМС и пошли в минус Давай вместо одного этого ТМС-ника поставим Где они там сейчас найдем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И хотя бы запас какой-то есть ТМС-ов Ну вот теперь энергию надо в плюс вогнать Нона Нона узнает о пропавшем конвое, который перевозил огромное богатство Дань, которую некий инопланетный посол и его свита должны были вручить лично в руки неизвестному захватчику Нам наконец удалось установить последние координаты исчезнувшего конвоя Осталось отправить корабль, чтобы завладеть его содержимым Так, а кого туда отправить-то? Какие корабли хоть бы подписывали? Так, что у нас получается по вот этим мирам? Безработники еще Подожди Специалист Безработица Летучие пылинки Я же отменял указы Так, вложится в производство пылинок Так, тут че? Тут жилья, кстати Давай один сплав снесем Построим один городской Тут че? Тут нормально вроде бы Ситуация лога Упдател Какой корабль? Болем надо Я не могу понять Может, вот это транспортное надо? Может, строительное надо? Ой, строительное А че, нельзя было подписать? Самое тупое, что я видел Строительный корабль требуется Хоть бы написали Так, штраф будет снят, наверное Так, утерянная дань Сейчас посмотрим, че там Работы завершены Операция по спасению груза Из трюма конвоя завершилась Добыты все ресурсы Обнаружены на месте аварии Отлично Так, вот это че? Ритуал перекраивания Каким-то образом Оживляющий глину Смог отключить Туман ситаны Титан ситаны Нельзя упускать шанс Чтобы перекроить ситану Нужно подготовиться К ритуалу Где титаны? Ух ты А какой корабль нужен? Так Строительный Нет Научный Давай вот этот Сновный Нет, тоже не он Может вот эта армия нужна Исследовать проект Вот тут армия нужна Так, пускай наш флот Тоже сюда летит Научный Тоже летит сюда Куда-нибудь Так Покров Давай скорострелись Проклятие Загрузка Почти ситана Только мужик Так Покров О Минус 30% Как раз кораблей у нас дофига Это нам сейчас ресурсов Освободит дофига Благодаря ритуалу Который нам открыл Оживляющую глину Наши псионики Смогли перепрограммировать Ситану Теперь она рвется Выйти с нами на связь Мощь покрова Безгранична Мои спасители Простите меня Своим невежеством Я обрекла Обрекла бы вас На участь Хуже гибели Ибо Что есть жизнь Как не осознание Что каждый из нас Живой Я стремилась Освободить ваше сознание Но вы раскрыли мне глаза И За это я вам Благодарна Труд Ситаны Ничего не понятно Короче Ты изменилась Ситана Повержена Точнее Мне помогли Измениться Оживляющий глину Освободил Мой разум Из клетки Где я заключала Сама себя Лишь теперь Я понимаю Что не было Никакого великого Предназначения Оно оказалось Не более чем Детским капризом Я уже не смогу Обратить спять Запущенное мною Колесо страданий Вместо этого Я уединюсь И буду размышлять О содеянном Но на прощание Я оставлю вам подарок Мой титан Пусть он сослужит Вам Добрую службу В защите галактики От таких как я Отлично Нифига себе Так Лидеры Это ладно Так Это что Что Исчезло Да Надо сейчас Вот это все изучать Конвои Ситаны Так Где ее титан Мне интересует Так Плод Корветы Что-то Не вижу Нигде Так Надо Короче Это все Пространство Быстренько Сюда Подтянуть Наши корабли Изучить Так Строительные Тоже Сюда Строительные короче где ее титан нас обманули походу ладно так звездный разлог появился ручный корабль построим для этого так и кого-нибудь посадим давай нового возьмем да и все желательно кого-нибудь из нашей расы нет ну пускай какой-нибудь вот этот пир он будет адаптивность пускай следует так наши ребята пускай сюда едят идут так стирание разума какое-то пускай короче принимают эту фигню так сразу устроим дальше изучаем вот тут на нет и ничего себе ну 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 нифига там приказов пропост так то у нас там вивари сюда этот тогда давай здесь изучай а этот чё стоит ты тогда изучать иди сюда куда-нибудь небесный храм 22 мир нанитов мы такое не можем химическая чистка в атмосфере этой планеты наблюдается высокая концентрация анти бактериальных средств признаков органической жизни рядом не наблюдается даже на микроскопическом уровне вся она была тщательно вычищена с помощью химикатов бортовые датчики зафиксировали что-то похожее на биологический сигнал в одной из местных пещер но до нее слишком далеко чтобы подтвердить или опровергнуть этот результат в небе мы заметили робота в группами патрулирующих окружающее пространство на наше присутствие они пока не отреагировали изучить роботов я ходил в пещеру там какие-то грибы там то ли грибам помочь то ли роботам фигачисус нанитов будет нормально прям так тогда тогда иди сюда изучай так тебе аномалию ой ну блять аномалию изучай несколько наших станций слежения уловили под пространственные отголоски откуда-то из межгалактических областей отголоски очень слабые но они становятся сильнее как будто их источник приближается к нашей галактике это наверное рой загадочный многоугольник экипаж корабля реп научный последний обнаружил многоугольный объект отражающийся с отражающей поверхностью возле планеты во qv-1 и взял его на борт для подробного изучения самым интересным качеством объекта является его способность отражать большую часть низкочастотных энергетических лучей направленных на него однако с высокочастотными лучами этого не происходит в результате чего свойства объекта бесполезны с точки зрения потенциальной защиты флотилий несмотря на масштабное изучение научной командой команде реп научный последний не удалось определить значение или происхождение этого странного многоугольника судя по всему он пустой но на его похожий на металл поверхности выгравирована какая-то научная запись хотя полное значение этих зашифрованных данных нам непонятно ведущий в нос бессмертная полагает что они касаются параметров червоточин нашей команде ученых удалось пополнить теорию червоточин занимательными гипотезами подчеркнутыми из найденных записей однако для какой цели был создан этот объект остается загадкой так чё не долго там будут строить эти уже тут залезли так надо строительный корабль тут сварганить быстренько поди строит уже тут блять блять опять пылинки сука и и и так что у нас тут есть кредит и счастья стабильность давай так командует титанами точность здоровья давай бдительный командор закоп поселенец так что там еще не изученное осталось так аномалия и одна система еще вот это беженцы так понимаю там у нас там куча населения появится речи с дронами мы внимательно изучили небольшую группу дронов кружащих в небе эти шарообразные роботы оснащены голографическим проектором расположенным на передней части корпуса и несколькими рулевыми двигателями для поддержания скорости и высоты несмотря на все попытки выдерживать дистанцию дроны отреагировали на наше присутствие четыре робота отделились от группы и вышли на курс перехвата сохраняя при этом невысокую скорость вряд ли мы встревожили всех дронов сразу однако неизвестно на что способен каждый из них позволить им подлететь государь на планете на орбите вокруг массивной планеты и челли все 498 спокойно кружила переносное хранилище данных после того как корабль реп галатур охотник 5 его подобрал внутри был обнаружен текст на каком-то инопланетном языке словарь нельзя назвать полностью незнакомым но синтаксис настолько сложный что сбивает с толку ведущий ученый вынос инту рекомендовала провести более тщательное изучение чтобы выяснить содержание и происхождение текста конечно произвести исследовать все это дело государь прочтен текст название которого приблизительно переводится как региональный правитель написан на одном предположительно древнем диалекте водный язык на котором говорит вода несомненно текст имеет для них некоторое историческое значение и возможно содержит ценные сведения давайте разгадаем тайны этой книги а им об этом знать не нужно вернем книгу истинным владельцам насколько мы понимаем вы нашли единственный уцелевший экземпляр государя книги представляющий для нас значительную историческую и культурную ценность мы думали что она была безвозвратно утеряна во время пиратского рейда много лет назад но к счастью для нас книга оказалась в руках цивилизованных существ вы вернете ее нам за ваши труды мы с радостью перешлем вам немного энергокредитов конечно лично так кимитар 6 не просто ледяной гигант а ледяной гигант состоящий из очень необычных веществ в пределах досягаемости из верхних слоев атмосферы на нас находится скопление зро найденный залеж зро со льдом так принимаем так кислиллюб так кислиллюб так сигнал из газового гиганта приборы корабля считывают странные данные планеты токия 7 в атмосфере газового гиганта массивной радиоактивной зоны вероятно возникшие в результате массированных орбитальных бомбардировок остается загадкой кому и зачем понадобилось бомбить с орбиты газовый гигант когда корабль уже готовился уйти с орбиты был пойман слабый сигнал исходивший из недр планеты как доложила ведущая ученая нона это может быть неким сообщением но радиационный фон усложняет его расшифровку изучить сигнал конечно так что-то в разломе на чистоту царство химикатов четыре дрона подлетели к сфере и внимательно изучили ее поверхность один из роботов оказавшийся вооруженным угрожающий поднял правое орудие готовя его к стрельбе мы даже не успели спохватиться как из ствола вылетела сжатая пена обильно покрывшая корпус сферы из левого ствола высунулся манипулятор с чем-то мягким но очень прочным и начал оттирать сферу от приставших к ней мелких обломков и пыли остальные последовали его примеру через какое-то время один из чистильщиков остановился и перешел в режим протирки издав громкий гудок он взял пробу с корпуса и отлетел в сторону закончив наводить порядок три остальных робота полетели за ним последовать за дронами угарно так это работа для флота номер один так короче это все круто но на этом я остановлюсь а все Продолжение следует...